и так ну конечно же камеру будет трестись когда я ее нажимаю всем большой приветик мои хорошие сегодня для вас снимаю очередной видос где мы с вами будем дискутировать и буду отвечать на ваши вопросы на моих губах не было бы помады если бы мне не делали губы и они опять же на данный момент бесформленные потому что через две недели мне будут делать повторно колоть губы оставшиеся еще 0 5 миллилитров в общем у меня будет миллилитр в губах вот ну и собственно мы добьемся формы у меня не будет форма бантик как ходят все у меня будет ближе губы к и дженнер вот семейство их вот эти не до треугольные губы только у меня будут полукруга нам не их шире сделал и они будут лубы еще шире у меня вот то что я не хочу что у него маленький рот и хочу чтобы не был большой такой широкий рот так мы сегодня с вами опять беседы на всякие актуальненькие темы вот начинаем ну первый вопрос мне задают вообще не по теме я хотел сегодня поговорить по поводу выхода из френд зоны больше всего потому что как стать такой же открытый как я не стесняться ну хорошо я начну с этого потом перейду к френд зоне мне безумно во-первых приятно да когда мне говорят то что ты такая открытая ты такая замечательная я в своем окружении встречаю чаще всего закомплекционных людей к слову сказать то что недавно я ходила встречалась с ребятами знакомыми вот и собственно мне прилетела типа вот я хожу психологу а ты ходишь психологу мне говорят игра зачем мне ходить к психологу мне говорят а почему бы и нет типа каждому из нас нужен психолог ты пока что этого не признала к 40 50 годам там пойдешь к психологу честно это странное глупое мышление людей потому что есть люди которые во первых действительно по факту у нас у всех есть какие-то комплексы то на чем мы стопоримся да о чем можно сходить к психологу но лично я такой человек который я сама решаю свои проблемы я пережила очень много дерьма в своей жизни и вы даже это никто не знает типа я брату двоюродному об этом говорила максимум и недавно маме рассказала вот это было важно мне и рассказать это и понимаете я человек который сам решает свои проблемы и мне не нужно идти к дяде к тете мне не нужно смотреть вот видео которое я сейчас для вас снимаю они мне были нужны в лет 15 я созрела ближе к наверное 20 годам да мне уже в этом году будет 21 что ну короче я сама решаю свои вопросы да действительно иногда хочется с кем-то болтать но из-за того сколько я не знаю может быть меня так жизнь бросала швыряла в разные стороны что я теперь не нуждаюсь в чьем-то одобрение мне вообще все равно я настолько ну я не я сломаюсь только от саму себя так вот по поводу психологов ну типа если у вас какие-то проблемы с открытостью стеснения можете пойти действительно психологу хорошему какому-нибудь да потому что есть те которые ну вы знаете бабки чисто берут и это иди отсюда вот можете смотреть мои видео очень многим они помогают реальные людей мотивируют это мой основной посыл вот но а по поводу открытости вот я говорю то что это говорите людям ровно то что они могут о вас знать чем меньше у вас секретов тем более вы открыты вот и весь секрет чем меньше у вас секретов тем вам легче общаться с людьми быть более открытой как бы это странно не звучало может попытайтесь какие-то свои самые такие сокровенные внутри вас тайны рассказать и близкому другу если потом этот человек вас предаст выкрутить это все в свой плюс что вы жертва что что вы должны понимаете чтобы быть открытым человеком нужно не бояться как бы это сейчас все странно так жестко и жестоко может даже не звучало но вы должны быть готовыми к разным ситуациям что вашу правду могут тоже перевернуть против вас быть открытым значит не бояться говорить а чтобы не бояться говорить нужно быть готовым к тому что тебя могут придать вот и все поэтому если хотите быть такими же открытыми как я то есть но заявляйте как я на большую аудиторию там как я рассказываю про дилда про бывшего своего про интимные какие-то подробности лично для меня я не считаю зачем-то похабанным да и смысл это скрывать ну типа короче ребят чтобы быть открытыми меньше секретов как бы это странно не звучало если вы это попробуете вы потом заметите что это реально так типа вам потом будет несложно что вот это можно говорить это нельзя человеку говорить опять же вы можете выделить какие-то рамки что вот этот я могу сказать человека вот это не могу вот это нельзя говорить но заметьте то что вы все равно говорите человеку хотя у вас типа тобой это нельзя говорить значит это не так важно ребят я в любом состоянии в нетрезвом да ну это мое единственное состояние когда я остановлюсь более доброе расслабленное я могу что-то сболтнуть но тут у меня не будет вот именно вот этого взболтнуть то есть это будет то что я могу сказать в любом состоянии за что я потом могу ответить и тут тоже самое то есть но если уж вы потом вот переживаете за какой-то тайны которого всем до рассказываете так может это и не тайна вовсе подумайте над этим типа моё самое такое сокровенное о чем знают вот я говорю только мама мой брат двоюродный и больше никто вот это я никогда никому не скажу типа это супер моем сердежки такое так вот так вот как выйти из френд зоны мы переходим с вами к наш теме разговора прежде всего хочу сказать что я действительно сочувствую девочкам которые попали во френд зону это отвратительно это ужасно и вспоминаем мое любимое выражение как корабликом зовешь так он и поплывет поэтому никогда не выбираем стратегию от построения отношений через френд зону еще раз объясняю почему потому что ну прежде всего когда в ставим себя давайте на место вот этого мальчика до или девочки которые вам нравятся то есть теперь вы поменялись ролями теперь вот этот человек вас любит а вы получается ну пока непонятно что вы испытываете и вы берете человеком френд зону неужели за тем что вам человек нравится вы бы взяли человека реального френд зону только потому что вам человек нравится это глупо можете взять человека во френд зону но это случай там а-ля треугольники любовные когда ты не можешь там с кем-то расстаться потому что ты например в его квартире живешь он тебя там обеспечивает но ты какие-то условия и тебе приходится как бы давай дружить пожалуйста не уходи и чтобы контролировать жизнь человека чтобы если он там куда-то уйдет какой-то пидо очки да у него кто-то появится на горизонте чтобы он унизить до чтобы он к ней соответственно не ушел чтобы ты как бы подругой твое мнение закон потому что когда ты смотрите удобства френд зоны в чем в том что когда ты его подружка или ее до друг ты да не важно даже подружка подруги мы все рассматривали lgbt комьюнити гетеросексуальная пара я у меня просто будет человек она и мужчина и женщина неважно смотрите вот чем это удобно то что если вы человек друг вот этого до нашего потенциального человечка то как бы друг то есть мнение за тобой то есть если друг но вспоминаем вот он нравится какой-то человек и и ваш друг допустим или подруга говорит ой блин ты чё хочешь строить отношения 17-летними 19-летними там не построишь никаких серьезных отношений или типа ой да я его там кальяны видела с какой-то пидовкой или ой да у него там столько баб было просто ужас и когда это говорит ваш друг и у вас автоматически в голове будет проигрываться какая ситуация что не надо типа выбирать этого человека потому что там потому что так сказал друг и все короче я к чему это все к тому что быть во фронт зоне это удобно чтобы контролировать человека его мышление с кем он общается дружит но из фронт зоны выбраться почти невозможно почему потому что во первых дружба в наше время встречается крайне редко давайте будем честны действительно люди редко встречать человека который бы их понимал слушал давал советы отношения это ограничения отношения это либо вы расходитесь орете друг на друга пиздитесь либо вы из отношений переходите в брак или в гражданский брак сожительство и так далее все здесь два варианта а дружба это ну а по каким мы поругаемся мы поверимся дружба это легко дружба это совета дружба это большее доверие к человеку это нет подозрений это ревность на уровне ну она или он пошли там с подружкой гулять вот такая ревность то есть дружба это удобно и многие люди сейчас вот предпочитают все-таки дружить потому что и люди понимаете люди стали чаще других людей терять и как бы действительно во фронт зону взять удобней но нам-то с вами нужны отношения но если вы это самая пидо . или тот самый дятел который вошел все-таки во фронт зону как из какую-то вообще не понимаю бога просто я сочувствую опять же начинаю мыслить думать за вас что делать мы будем но во первых я всегда советую выходить на диалог с человеком в жизни и до признаваться в чувствах как бы что он реально нравится человек что вы хотите что-то простроить все это решается в жизни не подбухнувшими ребята потому что вот такие вот проблемы с френд зоны чаще всего встречаются в детском возрасте потому что возрастом возрасте там в один раз пошпехайтесь вы уже не друзья чаще всего так и бывает и все потом нормально но если вам дают до 25 лет то да там дружба и потом ой я был пьян когда там ну ты мне признавалась человек может короче испугаться потерять и дружбу и друга потому что дружба и друг или тоже немножко разные вещи сама сам факт дружбы это можно кому угодно предложить а друг конкретный до человека еще попробую его найти чтобы назвать человека реально другом потому что нам даже иногда бывает стыдно сказать человеку что он мой друг потому что вдруг он не считает меня своим другом да хотя у вас там такие диалоги были но вот человек как не проявлялся в плане дружб короче френд зона это сложно потому что что вот из всего того что я сказала можем сделать какой вывод дружба это очень важная вещь для любого человека и от этого мало кто откажется то что дружба это реально это просто это легко это говорить на любые темы и так далее но не думайте что френд зоны это значит что человек он там как-то открывается и можно что-то опять же простроить нет вы друг которому можно все доверить когда человек влюблен он блин пытается себя вот вылезать идеального против я этого то есть если ну вот допустим вы действительно божественно красиво как то да типа вы можете сказать что я там прекрасно красиво но это другое а я щас говорю там вот например у вы я брюнетка я скажу я блондинка у меня карие глаза и цвет кожи я мулатка ну то есть это уже ложь вот от дружба это когда мы такие какие мы есть понимаете поэтому когда человек перед вами предстает таким какой он есть почему потом сложно это выйти из этой френд зоны почему вам человек потом может отказать потому что как это вы его знаете на гимн то есть вот какой он реально есть в этом видели и или вот без ее без макияжа его там в портках блин его пузо и тут вы говорите что вы любите человека ну типа как это многие реально впадают какие-то комплексы типа в смысле я тебе там столько рассказывал я вдруг человек потом предаст потому что реально будет обидно и типа обычно люди перегорают когда многое друг о друге рассказывают реально перегорают ну типа и ты меня уже знаешь с ног до головы ну чё тебе еще рассказывать и потом мы ищут нового человека почему люди придумывают почему люди врут к слову сказать потому что это создает какой-то эффект бабочки возвращения в прошлое что ты меня еще не знаешь до конца ты не знаешь кто это к ну то есть вот а когда френд зона то блин ребят у меня даже сейчас я подумаю ничего в голову не лезет вот как бы вас вытащить то оттуда только в жизни разговаривать и просто но я сочувствую блин реально тут просто полный трэш единичный случай когда люди действительно выходят из френд зоны я вам приводила пример там голливудская пара да они 10 лет дружили в они оба и в браке были общались все равно друг с другом лучшие друзья в итоге вот поженились до вышли область токсичных абьюзивных отношений вот и это я просто когаточки показала и двое детей у них мальчика девочка не помню имена так вот я к тому что это бывает крайне редко и вот выход из френд зоны какой помогать человеку когда ему тяжело единственный выход из френд зоны если реально человек расстается нет это не раз ну хотя если бросили и нужно сделать так чтобы человек бля и ребятам там короче выход из френд зоны для тех кому это реально очень нужно кто готова прям заебаться я не знаю по какой еще можно схеме выйти из френд зоны кроме этой у человека случается беда должно быть расставание именно чтобы человека бросили должен быть человек подавлен прям в слезами до обливаться убиваться убиваться то есть прям подавленное ужасное должно быть состояние вы должны во вторых искренне соболезновать человеку в вашей жизни должно быть все хорошо чтобы потому что почему у вас все должно быть хорошо вы не должны помогая человеку делать акцент на себе что а ты у вас когда-нибудь клапан сорвет типа ну послушай меня у меня тоже беда в жизни то есть вам придется реально вот так вот глазки закрыт на проблему в своей жизни и просто сконцентрироваться на проблемах и решение этих проблем в жизни человека потенциального вашего будущего партнера до выхода из френд зоны обязательно окружайте человека советами здесь не нужна гиперопека забота ты где ты с кем вот это сразу отключаем мамочек да у кого не было мамы папы вот это вот мы все не надо гиперопекать человека не нужно можно написать хочешь эти сегодня вот понимаете научитесь правильно общаться не можно я тебе принесу фрукты овощи как доктор прописал нет мы просто типа там слушай какие фрукты купить ставьте перед фактом человека какие фрукты тебе купить какие там за ягодки да что дам тебе попкорн чипс какие тебе взять человек спрашивает допустим зачем или чего скажи вопрос вопрос не отвечаем и ну если нормально думаю по френд зоне не будет типа вопросов зачем вам просто скажут слушай не приходи я приболел мы сразу а у меня уже маска а я уже около твоего дома типа ну что мне мерзнуть стоять под дверью все или можете даже прибедниться катя по дверью тогда все оставлю вот что-то такое и вот в процессе вам придется терпеть вам придется ожидать если появится бывшие или бывшие вот это просто выход из френд зоны он вот я не знаю 10 процентов из 100 кто выйдет понимаете это очень сложно здесь нужно наблюдать чтобы человек не возвращался в отношении с бывшие или бывшим человеком потому что у жертв кого бросили а мы рассматриваем когда ним человек бросает а если человек бросил только в том случае если ему изменили вот тогда да мы тоже жалеем потому что от расставания на почве измены произошло вот и все мы делаем значит акцент на человеке только нужно понимаете что дировать соцсети при этом чтобы человек ничего не подозревал вы должны знать если возвращается бывшему бывший вы не должны быть а здесь вот нужно вот эту грань понимаете баланс поймать между тем чтобы не стать типа ты ужасный человек потому что ты там а не можешь меня поддержать в плане возвращения бывшему ты постоянно там его унижаешь ты не желаешь несчастья и баланс ты самый прекрасный человек спасибо что помог или помогла мне не вернуться к бывшему это безумно сложно я не знаю как сильно вам должен нравиться человек как сильно вы должны мне кажется сейчас очень у многих таки бля не я короче передумал выходить из варен зоны ну типа это очень сложно я реально я не представляю как должен быть дорог человек если вам не так сильно дорог то попробуйте просто схему в жизни встретиться на трезвую и сразу по факту объяснить ситуацию что вы чувствуете к человеку вы влюблены и так далее и типа я не могу больше с тобой дружить и без вот этого подумай день подумай 2 извините меня вы блять не замуж выйти предлагаете и поймать сразу по факту нравлюсь не нравлюсь понимаете потом начнется по его дня вот сто процентов потом ой я тебя не люблю через неделю я тебе пишу с фейкового аккаунта да когда вы заблокировали в поле в депрессии уже из нее вышли здоровенький тут опять человек будет объявляться там уже токсичность начнется не не до друг не до люб не до друг не до любовь короче трэш вот и вы должны будете контролировать вот эти отношения с бывшим то есть не насягать не налегать то есть не должно быть типа он говно то есть вы должны делать всегда акцент на человеке с которым вы общаетесь вы не должны блять рассказывать там какой бывший хреновый у нее или у него бывшая он и так или она об этом все знает и но люди будут искать плюсы в партнере они должны знать почему а потому что в такие моменты люди дорожат вот я кстати поняла почему говорят лучше любить или быть любимой я поняла в чем тут прикол в отношениях просто либо ты себя любишь либо ты как мамочка вот так вот печешься над кем-то перед кем-то стелешься и страдают обычные жертвы которые вот так вот пеклись не перед кем-то любили человека поэтому ваша задача заставить человека полюбить себя вы должны рассказать что ты самый лучший ты самая лучшая вообще не нужно говорить забей на него нет это не работает вам что это помогало хоть раз жизни когда мы говорили да забей нормально все будет слушать нет это не работает вы должны просто делать акцент на человеке пошли в кино сходим она там чуть или он начинают ныть там по-бывшему вы такие блин какой сериальчик посмотреть если спросят и меня вообще слушать скажите тебя слушаю рассказы твоим бывшим слушать не хочу в прошлое давай мы не будем возвращаться вы да понимаете у жертвы которую бросили жертва это тот кто страдает вот это наша жертва ей нужен мотиватор и ведущий вот кто ее из этого состояния выведет выводить как бы это странно не звучало отвлекать вы должны стать немножко шутом да даже не немножко а шутом или клоуном но не сильно то есть вам придется водить человека по мероприятиям местам вытаскивать из дома но не переусердствуйте то есть не должно быть гиперопеки вы должны просто заставлять человека аккуратно то есть просто там поехали на тусовку нет я не поеду ну короче слушай такси к у твоего дома уже стоит выходи или с меня спишут две тысячи мне будет очень грустно все человек ну ну 80 процентов из 100 выйдет вот опять же какая у вас тоже дружба здесь немалую роль играет может быть вы не друг вовсе может и все придумали что у вас френд зона но если все вот как я рассказываю должно работать если у вас реально там дружба до френд зона конкретно то есть прямо мы друзья и обязательно из френд зоны возможен выход если если блять это в конце говорю извините вы ни разу не говорили с человеком о том что типа давай начнем встречаться и вам человек сказал что нет типа мы друзья и давай больше тему заводить не будем или нет я в отношениях и тебя вообще не рассматриваю если он не было еще ни одного раза когда вам так человек к можно это все пробовать если вам человек уже рассказал что мы друзья и оставил вас все равно это просто говорит о том что человек вами дорожит как другом либо боится вас послать нахуй это уже плохо от из этого я считаю вам нужно уже самим выкарабкиваться до бежать оттуда вот что такое мои хорошие френд зона вот как оттуда выходить дочек не советую какие вам могу дать поводу френд зоны так вот гиперопека какое не должно быть я уже сказала да не название вот не написывать человеку и вот реально постарайтесь всегда как-то отвлекаться поехали там куда-нибудь поиграем пошли погулять у вас должны быть отвлеченные темы говорите блять о музыке о чем-нибудь помолчите с человеком если попросят об этом вы а на вашем лице всегда должна быть улыбка у вас всегда все должно быть хорошо потому что люди в основном импата то есть если человек будет видеть что вы в хорошем настроении но вы не должны быть блять заебись охуево чмошница да или чмошник не опросы типа вы не должны ну вы должны трезво смотреть на вещи человек должен от воспитаться вот хорошими эмоциями энергетика такой ваш здоровый веселый это тоже понимаете сколько вы сел на это потратить можно 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 вообще в найти вы из френд зоны выйти отовсюду но просто ребят чтобы сто процентов получилось нужно действовать по схеме которую я сказала но сколько усилий вам придется я не уверена что вы потом в одиночестве не будете страдать и как-то себе подбадривать и держаться на дистанции от человека которого вы любите если уж вы на это согласитесь то есть просто когда-нибудь произойдет момент когда он человек когда выйдет из этого состояния не знаю когда это будет год два три пять лет может месяц может неделя и вы должны по факту как фильмах засосаться потом и все у вас начнутся мутки человек такой блин вот кто был рядом со мной всегда или через какую-то там говенную ситуацию токсичности когда там вы помогли человеку он потом вас бросать говорит мы больше не друзья не могу больше с тобой дружить после какого-то случайного поцелула потом начинает с кем встречаться потом снова к вам возвращается вот такие санта-барбара у меня в жизни встречались у знакомых вот поэтому ну ребят вам придется реально себя как-то подпитывать хорошими эмоциями постоянно быть понимаете для человека хорошим расположение духа и свои все нужды придется вообще отодвинуть на задний план не знаю насколько вас хватит сколько вы сможете просто как бы все для человека делать у вас неужели нету проблем каких-то чем-то поделиться вот если хотите выйти с фронт зоны придется вот это все переживать просто проанализируйте вы готовы к такому это даже в какой-то степени унижения но очень аккуратно и завуалированное унижение но вам потом от этого будет плохо когда вы реально поймете ближе к тому как будьте становиться старше что вы реально унижались и еще минус вот этой выхода из фронт зоны вам потом просто может у вас интерес может пропасть к человеку что это как знаете у меня я херачу 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 получаю там деньги до получаю там не знаю успех в чем-то да что то получается и у меня спрашивают вот часто даже друзья знакомые да типа что-то не радовать и зачетом 5 поставили а я понимаю каких усилий вот это стоило чего это стоило не это уже не надо я просто такая я беру как заслужила это но мне уже это не нужно то есть я это беру откладываю что она есть так вы потом просто может потом с вашей стороны проявляться токсичность абьюзивность сторону человека что вы так прогибали столько всего делали и реально подумайте стоит ли человек того а этот человек интересуется вашей жизнью помогает может быть вам как-то или вы влюбились только во внешность это глупо влюбляться во внешность ребят я вам говорю как человек который всю жизнь влюбляется вот во внешность вот последние года свои вот сейчас да я уже понимаю что внешность это важный ребят но господи таких я только не встречала мужиков и подкачанных и просто вот на них смотришь и дитаму водопадами извергаешься до вулкана в себе и радуги и бабочки в животе ну блин насколько это неинтересные глупые люди поэтому на одной красоте далеко не уедешь и мы яркий пример биологический отец красавчик неземной просто но эгоист ему вообще на всех все равно и мама просто спустя 7 лет разводится и понимать что она тупо потеряла время поэтому я не хочу чтобы вы тоже теряли время с человеком проанализируйте если вам так реально дорог человек своей голове вот это все да что если не сказала подумайте стоит ли человек того или может быть вы переключите свое внимание на человека который это будет заслуживать больше степени вот как то так мои хорошие всех любят целую всем пока а а а а а